приветствую вас дорогие друзья сегодня у меня будет прямой эфир совместный с моим товарищем и земляком Ставропольского края Алан Зугаев и с известным вам уже злой эколог вы его все прекрасно знаете сейчас я его тоже добавлю и мы будем сегодня обсуждать очень важную тему и общий Алан предложил так все Сергей отправил тоже приветствую вас друзья сегодня у нас будет такая тема на мой взгляд важная это политзаключенные в России их с каждым у него все больше и больше становится Алан предложил эту тему обсудить и вот соответственно Алану вступительное слово приветствую граждане если слышно замечательно нормально все хорошо еще раз приветствую всех пока еще не сидельцев если следить за тенденциями конечно да то тьфу 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 на тебя я уголовным делом если что то я пока что про вас ничего не говорю я общаюсь с нашими зрителями так что у всех еще все впереди если вы не сидите это значит что это не значит что вы молодец да это значит что ваша очередь еще не настала в наше суровое время ну я отношусь ко всему с позитиву сразу с позитивом сразу скажу да в общем рад всех видеть особенно гостей и зрителей эфира обязательно конечно же подписывайтесь на наши профили смотрите наши новости посты эфиры вы не обращайте внимание одновременно на компьютере еще текст добиваю нашего прямого эфира вот мамиев еще раз привет буду фамильярничать так как мы с тобой тезки сергеем конечно же у нас все проще да как бы именно у нас хоть хоть у тебя сергей со мной имя разное нам будет немножечко проще вот итак если вы мне дадите такую возможность для начала я хотел бы нашим зрителям рассказать о термине политзаключенные с вашего позволения вперед отлично вперед тогда погнали ну у нас же еще задача развития гражданского общества да как я понимаю такая общая глобальная поэтому мы очень часто слышим слово политзаключенный политзек но как термин мы его не раскладывали да то есть ну может я с вами не раскладывал но в общем расскажу вот значит для того чтобы правильно классифицировать термин политзек политический заключенный это лицо находящийся под стражей в ссылке или отбывающее наказание в виде лишения свободы а также заведомо ошибочно диагностированное и направленное на принудительное лечение психиатрическую больницу историю с габбышевым помню да вот в деле которого присутствует явно политическая составляющая например оппозиция действующей власти как в виде действия ненасильного ненасильственного характера так и в виде вооруженной борьбы а также некоторые спорные случаи связанные с неудавшимися попытками бегства за границу для получения там политического убежища политическим заключенным может быть как арестованы по обвинению в действиях политического характера так и по другим ложным обвинениям это про отсылку к истории с навальным его так и не признают до сих пор по политическим мотивам все что угодно мошенник там и т.д. и т.п. но это отдельная история вот значит теперь немножечко статистики опять же с вашего позволения сразу же погрузим наших зрителей в понимание что но все-таки это важная проблема да статистика подготовленная для нас граждан с таким иностраннейшим из агентов мемориалом да но мы как бы даже в рамках нашего эфира наверно тоже обязаны об этом говорить да ну так считает наше государство вот поэтому мы будем обозначать это дело да и так на сегодняшний день у нас 82 политзека общего списка 353 политических заключенных в религиозном списке да там еговы да и т.д. и т.п. 551 преследуется без лишения свободы до этого это все с лишением свободы 91 вероятные жертвы не включенные в списке и того 1077 это рекордные цифры на самом деле конечно были у нас периоды в истории когда и были более рекордные цифры но тем не менее ну и с вашего позволения быстренько топ-5 политзеков рф да из социологии интернета да по запросам и перейдем к обсуждению значит на сегодняшний день ну естественно политзаключенный сейчас популярность да обсуждаем да мы сейчас не критерии какие-то наши личностные оценки да а просто по популярностью упоминания естественно политзаключенный номер один наверное во всем мире уже да это алексей анатольевич навальный кстати у него сегодня суд в тюрьме да проходил но это уже в соцсетях там ролики с его спичами гуляют везде вот так что мы уже частично можем даже что-то видеть ну вообще сам по себе прецедент такой очень интересный думаю прикольно было бы интересно было бы его обсудить надо культурно же выражаться вот конечно же вадим чельтефани он больше наверное мавиев вам расскажет с большим погружением чем я шаман габушев это отсылка к психбольным да то что это тоже политзаключенные тоже интересная тема для обсуждения 7 организаторов по так называемому в кавычках ингушскому делу о протестах малсак ужахов ахмед барахоев зарифа саутиева мусам аль сагов исмаил нальгиев багаудин хаутиев барах чемурзиев да то есть их объединили в одно дело вот так же вне топа хочу напомнить об атаках на молодежь да так называемых это каннское дело последняя уварова да это про взрыв здания фсб в игре майнкрафт хотя эту часть убрали из непосредственно самого дела да там больше акцент был сделан на другие аспекты и студенты докса до да которые освещали протесты которые тоже находятся сейчас под статьей ну и как не упомянуть конечно же мы должны об этом чаще упоминать это куар сопротивления александра коновалова да у которого впереди я думаю очень сложная обстановка вот пока что у меня все в одной водный курс окончен сергей может и прокомментируешь ты живут как большим там плотно этой всей истории занимался я помню да я могу сказать что александр габышев это кстати говоря один из наверное даже не один из а именно тот кто меня вдохновил вообще на то чтобы я завел свой youtube канал могу вам сказать если не в курсе у меня так получилось что как раз я для общественной организации создавал на экологическую тематику youtube канал с нами здесь активно боролись у нас области она с последних мест в рейтинге по загрязнению окружающей среды не вылазит уже многие годы и вот нам заблокировали канал и как раз я смотрел как александр габышев своей тележкой идет по дороге и он меня вдохновил думаю если александр габышев такой простой абсолютно человек может действовать как-то да что-то совершать какие-то поступки думаю я тоже свой канал youtube сделаю и вот после этого как бы уже я начал вещать и вот у меня сейчас такое там большое количество подписчиков благодаря в том числе александру габышеву и вот на мой взгляд если эту историю изначально до поднимать то человек пусть со своими религиозными взглядами у нас все-таки свобода вероисповедания да он посчитал что это с ним разговаривает бог и сказал ему что в кремле сидит демон нужно пойти на красную площадь совершить обряд чтобы этого демона изгнать вот то как с ним поступили в итоге это мне кажется ну просто перебор по всем абсолютно параметрам можно было гораздо проще поступить вот со стороны властей даст на ситуацию нужно со всех сторон смотреть если смотреть смотреть со стороны властей ну дали бы ему дайте там совершить этот обряд обыграли бы это как-то можно было бы шоу там из этого устроить да если бы хотели противостоять ему как-то они грамотно но то что они устроили это видела вся страна действительно это реально беспредел то есть заходили к нему домой там устраивали какие-то чуть ли не погромы да в психиатрическую клинику его заключили один раз там второй раз то есть они сами по сути дела из него сделали такого фигуру такую политическую хотя он ну а он один раз его там выступил на митинге и сказал что больше никогда он на митингах выступать не будет ну вот то есть относительно шамана габышева я считаю что поступили с ним несправедливо вообще по всем законам по всем канонам по каким только можно вот он сейчас сидит в психиатрическом заведении специализированным да вроде как все там у него в порядке люди его поддерживают там передачки ему там еду книги я тоже книгу кстати отправил ему вот ну это еще более-менее скажем так а вот то как поступили с вадимом чельдеевым да это тоже переходит на мой взгляд все границы ну да ладно давай тебе слово ты расскажи уже ты более подробно владеешь ситуацией да вадим чельдеев у нас ну не то что он известный оперный певец на самом деле настоящий оперный певец там в мариинском театре пел как-то профессиональный музыкант ну и параллельно как человек неравнодушный занимался некой общественной деятельностью такого просветительского характера вот топил за какие-то вопросы общего характера то что он там за личный какие-то свои плюшки да там выступал он за что-то вот общее переживал там бедным там помогал какие-то там вот ну какие-то движения устраивал знаете у всех людей плюс и минус он никогда не был моим другом товарищем ну личные отношения у нас были с ним такие очень прохладные но вот тогда когда все начались эти ограничения связанные с этой модной болезнью да не будем называть потому что youtube потом можно было видео зале как бы он начал активно выступать говорить что это все никакая профессионация постанова там и все прочее и когда людей посадили по домам а надо понимать что в осетии ну не знаю 80 процентов населения живет на то что она заработает то есть грубо говоря в этом месте ничего заработал то и кушать тебе будет больше нечего да ну вот так живут бедная республика и многие люди вот они там две недели посидели и вот такой некий народный сход возмущен возьму возмущение было в народе и предложил организовать народный сход вылилось это входе там конфликт на площади небольшой был силовыми структурами да там какой-то момента наверно из рамок вышло там провокаторы были явные там на видео было видно которые подначили как бы молодежи все остальное ну и получился вот такой конфликт там с правоохранительными органами но никто не пострадал никого слава богу не убили не покалечили там не знаю власть никто захватить не пытался понятное дело что это наверное с точки зрения современного законодательства преступления никто с этим не спорит там незаконные митинги и все прочее да но их у его и там порядка 40 человек еще посадили их и отвезли их судить то есть их посадили и сразу же вывезли следствие у вас прокуратура вот ростовской области да и увезли в ростов и они в ростове сидят и там уже суды начались то есть там и группами судят по 5 по 6 человек самый минимальный срок от пяти с половиной до восьми уже давали срока чельдива еще оставляют но ему как шьют организаторы я понимаю экстремистского сообщества ко мне его адвокат сказал там статья санкции в 10 до 15 лет и горит если горит судья будет добрый получит 12 если как бы нет то 15 знаете вот я очень сложно всегда для еще раз говорю к вадиму я не являюсь его другом все прекрасно это знают но 10 лет 15 лет ну за что за что на самом деле я ударю самим сотрудниками полиции говорю вообще считаете что это нормальный срок это что теракт какой-то было лучше двойное у нас двойное убийство люди получают там по 10 лет там по 12 никого не убили не покалечили слава богу там ну ничего такого экстраординарного не произошло ну да люди возмущались так и все возмущались как бы и после этого я должен вам заметить именно после этого народного схода во владикавказе начали ослаблять везде ограничения иначе людям деньги выплачивать то есть ребята еще пострадали но благодаря им пошли выплаты по всей стране потому что как бы эти глобалисты на нашей территории которые это все дело замутили они как бы поняли что можно берега перейти игр рванет и так чуть-чуть во владикавказе рванул и благодаря этому как бы и выплаты пошли деньги сразу пошли и снижение всяких этих ограничений пошло резкое понимаете и вот сейчас ребята сидят и невозможно ни от кого добиться чтобы хоть не знаю ну это много но я считаю что там много ли например там ребята которые просто пришли на этот митинг и как-то в этом замесе поучаствовали я помню с родственниками общался вот как только и по закрывали они там вот собрались родственники говорит вот что там делать я бернул главное чтобы на себя ничего не брали понимаешь а игру а что там вообще происходит ну вы знаете там вот адвокаты нам пришли нам там полицейские привели адвокатов эти адвокаты нас убедили что нужно чистосердечное признание написать как бы как бы их отпустят я говорю друзья мои запомните на всю оставшуюся жизнь чистосердечное признание смягчает участь но увеличивает срок понимаешь бить будут меньше а сидеть будешь дольше проще говоря ну я вот как бы вырос на улице я это правило хорошо с юности запомнил да лучше два-три дня потерпеть зато потом как-то это и по всей видимости многие дали показания не потом меняли и по всей видимости также так понимаешь слов адвоката что вот эти вот ребята их так убедили в том что там челлиф организовывал там еще что-то он делал еще что-то дело просто в общем вот подвели их и очень жестко и ну как-то очень супер жестко дали по рукам вот таким образом по любой общественно инициативе я что же когда представителями общественно-политического блога общался ну бывшего уже нашего главы другого республики был я говорю же вот гайки до конца затянуть можно но когда гайки так до конца затягиваешь она потом рвануть может мы же не забывайте это чего осетия они терпят терпят самый первый межнациональный конфликт был еще в советской союзе городе орженики за 81 году тоже также гайки закручивали рванула первая эта война началась на кавказе она началась в осетии в девяносто втором году и вот южной осетии то есть у нас народ такой понимаете он не вроде терпит терпит но потом так вранет и выходить чтобы не было мирных сходов или какого-то мирного выражения позиции своей да у людей когда безысходности же что-то безысходности пришли бедные люди богатые пришли или там кто там приехали агенты госдепа свергать власть тогдашнего главы республики что ли ну все же понимаете понимаете что там все там происходило возмущенные люди которым просто детям жрать нечего давать было там водители маршрутах продавцы там ну такое понимаешь и вот и такие срока и вот всем возмущение кто не знает что делать вот мне много пишут подписчики почему вы не поднимаете вопрос по этой теме я могу сколько разу когда только это дело началось тогда еще можно было что-то делать и как работал в органах это прекрасно знаешь на стадии предварительного следствия да вот в первые там эти что-то там еще можно решать но когда они они начали шевелиться когда дело уже передали все уже понимаешь если закрыли передали дела через три месяца не приходит давайте будем пикеты одиночные строить а давайте мы то давайте миссии врач mature вам когда говорили это сразу надо было делать это вы ничего не делали а теперь вы хотите делать когда уже дела там и знак прокуратуру суд уже передали то есть маховик уже закручен а си а теперь что можно делать вот они мне говорят давайте устраивать пикеты митинге чтобы чулев Quelly его отпустили игрока как это юридически можно сделать ну как вот ему дали срок например да дадут срок или вот ребята blessed котам сами что можно добиться это по удо теперь у Ну, я, может, что-то не так понимаю, Сергей, какой другой механизм еще есть? А там по УДОАЗИЯ подразумевает. Я даже не знаю, я не юрист, я не знаю, ну, просто, ну, какой еще механизм? Если уже суд тебе дал срок, присудил, вот что там уже можно сделать? Там только речь может идти о помиловании президентом, и больше никаких вариантов нет. Правильно ты говоришь, допустим, по УДО, но УДО в любом случае, он там часть срока какую-то просветит. Две трети, две трети минимум, все. Нет, подождите, там, по-моему, либо террористические, экстремистские статьи, они не подразумевают собой УДО, насколько я знаю. Тем более, тем более. Ну, вот Чельдив именно организацию экстремистского какого-то сообщества, там, от 10 до 15, вот мне адвокат его говорил, там, вот такую статью делают, что это типа экстремизм, народный сход, это был экстремист, чуть ли не попытка свержения государственной власти. Хотя какую государственную власть можно свернуть во Владикавказе? Государственную власть в Москве свергают? Какую власть свергнуть? Ну, понятно, что это просто вот очень так жестко, ну, наверное, там, когда этот митинг был, там, матом выражались люди на эмоциях, и все, это, наверное, очень задевало. Нет, там же в Англии все стихийно происходило. Ну, я говорю, это вот стихийно эмоции, да, вот такого в Питере был, да. Да, то есть такая там организация, организация сообщества, она подразумевает длительность, период, допустим, да, переговоры, там, формирование структуры. А здесь, конечно же, ничего такого даже близко не просматривается. И вот в продолжение то, что Алан говорит, сейчас вот буквально перед нашим эфиром я посмотрел, я много кого смотрю в интернете, да, в Ютубе, Андрея Караулова, который рассказывает, что сейчас внесли закон какой-то по поводу того, что даже обсуждение там итогов Второй мировой войны, одна из статей, кстати, которая у меня там, оправдание, есть что-то такое, там сейчас точно не помню, вот, что нельзя будет упоминать даже в средствах массовой информации, например, пакт Молотова и Бентропа, то, что он был заключен. Вот, то есть настолько закручивают гайки, как правильно Алан говорит, что в любом случае кастрюля, которая находится на кипящем котле, да, если у нее закрыта крышка, заверчена полностью, то она рванет в любом случае. И вот у меня такое впечатление, что это делается целенаправленно. Вот, когда Шамана Габышева задерживали там все мероприятия в отношении него проводились, закрывали его психбольницу, тогда же прокатилась волна еще несколько человек, вот, двух точно помню блогеров таких, ну, достаточно известных, точно так же их там через психушку, но одного вроде удалось выпустить, значит, второго сейчас не помню. То есть законы все репрессивнее и репрессивнее, народ все больше зажимают и зажимают, и вот у меня складывается такое впечатление, что это делается целенаправленно для того, чтобы крышку эту сорвало. Потому что, ну, в любом случае, какое-то движение должно быть противоход, да, ну, там, ужесточили правила там какие-то, да, что-то, допустим, наоборот, отпустили чуть-чуть, да, но здесь же мы этого не видим. Ну, я думаю... Все только болт и болт и заворачивают. Ну, я думаю, что какой-то особый смысл глубокий, да, что кто-то хочет довести до обрыва гаек, да, ну, я не думаю, что это так, да, я думаю, на самом деле... Может быть, они этого не хотят, может быть, но вот то, что мы наблюдаем, вот у меня лично такое впечатление состоится. Я просто, ну, немножечко хочу ответить с политехнологической точки зрения, да, потому что есть определенные механизмы, да, понятные, и реакции на те или иные действия, да, то есть у любого политехнолога, так как и у кремлевских, так как и некремлевских, да, есть стандартное понимание о действиях, да. К примеру, если мы будем рассматривать ситуацию о Гарбушеве, да, и посмотрим с аналогией, как сменилась власть в Армении, да, то есть в ходе похода, да, к которому присоединялись люди, соответственно... Соответственно, есть определенные практики, да, к чему приводят определенные действия, соответственно, нужно сразу же работать, ну, на предубеждение, да, этих действий. Соответственно, точно такая же ситуация и по Чельдиеву, да, то есть нужно... Не, подожди, ты серьезно считаешь, что Габышев претендовал на роль главы государства, как Пашинян? Нет, нет, не понял смысл, да, о чем я говорю маме. Тут же я тебе не говорю о том, что они смотрели на, как его видели, как главу государства. Есть ходы политтехнологические, да, когда человек идет, за ним собирается народ, и это превращается в протестное движение. Как техническое движение, да, мы не говорим сейчас о смыслах, мы говорим о технике, да, я сразу говорю, да, мы сейчас говорим о технике движения, а не о смыслах идеологических. Как техническое действие это нужно было остановить, потому что есть у такой же аналогии действий плохие последствия. И чем быстрее, тем лучше остановить эти действия. И ровно в том же, где мы в каждой ситуации ищем какие-то глубокие смыслы, там практически нет смыслов. Потому что там люди не способны на большие смыслы. Ну, то есть те, которые принимают политехнологические решения. То есть то же самое. То есть они просто действуют по аналогии? Ну, нет, это же логично. Но мы сами что, не по аналогии живем? Точно так же мы видим, что не надо сувать руку в печку, потому что там обожжет. Соответственно, они то же самое и делают. Где-то на каких-то позициях есть понимание того, что определенные действия приводят к определенным последствиям. Всегда система, которая сформировалась здесь, действует на то, чтобы показательные порки. Чельдив попал просто под показателю порку. Нужно было максимально выпоротить у этого человека. Я сейчас опять же с технической точки зрения говорю. Для того, чтобы другим было неповадно. Это для нас, по-моему, не открытие. Ничего сверхъестественного в этом нет. Да нет, но это просто может обратный эффект привести к обратному эффекту, понимаешь? Но живут они... Тоже может перегнуть палку. Вот смотри, ситуация в чем. Возможно, и вы, общаясь с какими-то людьми в правительстве. Возможно, и все мы общаемся с кем-то. Есть понимание того, что люди, которые принимают решения на местах, на федеральных или на региональных, живут сегодняшним днем. Они не живут завтрашним днем. Это ты говоришь о завтра. Но они этими критериями не меряют. И они не работают прогнозами. Они работают сегодня. Сегодня нужно выпороть. Сегодня нужно сделать. Сегодня нужно этот репрессивный маховик крутить. Потому что завтра для них может еще хуже оказаться, если они не завинтят. Понимаешь? Просто они другими... Есть выигрышная позиция. Когда ты вынужден реагировать на ситуацию, а не можешь эту ситуацию предупредить и предсказать последствия. А есть? Подождите. Вот подождите, да? Давайте. Вот вы серьезно думаете при той системе координат, которая сегодня выстроена, есть выигрышная позиция? Ее нет. Нет, это понятно. Я просто тоже констатирую факт. А они что, не понимают этого? Они понимают. Просто они себе жизнь продлевают сейчас максимально. И они думают, что их стратегия продлит им жизнь дольше, чем если бы они искали какие-нибудь либеральные либо демократические выходы из этих ситуаций. Они уже их не видят для себя. Это мы только можем этого желать. Искренне и от души. Но они этого не видят. Во-первых, как политические институты, как политические рычаги, они все уничтожили для того, чтобы решать проблемы? Им некому сейчас пойти и решать эти проблемы. Кто пойдет их решать? Кто выйдет на этот сход в Владикавказе? Хорошо, кто? В каком смысле? Если какой-то хиппиш будет? Ну да, вот будет хиппиш. Кто пойдет решать эти вопросы? Разговаривать от правительства, от депутатского корпуса. Кто пойдет? С кем будет толпа разговаривать? 90-е, да, вот допустим, все мы хаем там 90-е, да, но опять же, я не хаю, да, потому что я считаю, что 90-е рождали политиков, которые могли выходить на тысячу, на 10 тысяч человек и разговаривать с этой толпой. Они умели это делать, да, вот тот же самый кемеровский губернатор, как его там, я уже из головы вылетел, он просто сейчас состарился, да, но раньше в 90-е. Тулеев, да. Он мог выходить к толпе и разговаривать, ему было все равно, 10 тысяч, 100 тысяч. У нас перед этим чельдийским сходом, когда его посадили, был такой же сход, у нас тут электроцинк загорелся, завод, экологическая большая катастрофа была, и тоже был сход, и тоже примерно аналогичная ситуация за год, ну, плюс-минус перед этим произошла. И тогда вот этот тогдашний глава республики Битаров, вот это вышел, у нас все в интернете есть, и как это все утихомирили, завод закрыли, и как-то ситуацию разрулили. И, наверное, в тот момент, в тот момент, когда это все вот так вот разрулилось, и народ почувствовал, что он может как-то так коллективно сообщать, решать общие проблемы, когда в следующий раз случилась такая проблема, народ опять вышел, но в этот раз уже все пошло по-другому. То есть очень жестко ударили по рукам, там Росгвардия, там, ну, вот это вот все-все-все, что там было, понимаешь? А когда был у вас первый ваш сход? За год перед этим. За год перед этим. Загорел, и тоже там, и тоже Чельдик был организатором его, ну, как бы, вот тогда идейный вдохновитель, вот он там, он тогда выступил, сказал, что там... Тогда понятно, тогда все понятно, ну, потому что это уже начало входить в системные действия, естественно, его нужно было убирать, ну, тогда логично, а что нелогичного? Ну, ничего для меня сверхъестественного, да, допустим, в этих ситуациях нет с точки зрения политических действий, да, а не с точки зрения каких-то смыслов глубоких, да, просто есть, как сказать, ну, есть инструкции, да, в тех или иных ситуациях, да, действия вот такие, вот такие, вот такие, да, и они более хуже... То есть ты считаешь, что его просто испугались, как потенциального какого-то лидера такого общественного мнения, или чего, или как? Мы часто путаем ощущение страха, да, то есть там никто никого не боится, на самом деле нет никаких страхов, да, есть определенные... Правильно, тогда зачем так жестко? Ну, как зачем? Чтобы, я же говорю, есть технические действия, да, вот смотри, тут история не про страхи, да, кто кого боится, да, у них все ресурсы, все инструменты, но есть у них определенные методики к тем или иным действиям, которые применяются, да, если, допустим, человек год назад вывел, в этом году вывел, в следующем году, чтобы он не вывел, его нужно ликвидировать. Сейчас дошло все до того, что ликвидируются уже не просто ломы, да, лидеры общественного мнения, уже начали ликвидироваться и потенциальные люди, да, то есть, и мы сейчас видим прессинг, да, о том, что даже на, даже не на политических блогеров, уже даже, ну, о чем говорить, ну, насколько мне не нравится Маргин Шерн, ну, даже его уже следственный комитет прессует, он уже за границей, да, то есть, и уже потихоньку многие, да, там, ну, там, рэперы, звезды, да, они думают, надо, короче, отсюда отваливать, и они даже не имея никаких политических смыслов, они уже под угрозой стоят, да, и за счет этого они уже начинают отсюда отскакивать, да, то есть, это уже доходит до того, что потенциальные, да, то есть, там, значимые лидеры общественного мнения, смультьянные, либо те, кто могут возглавить протест, а все, то есть, почему это прорабатывается, потому что понятно, что это неизбежно, ну, вот оно произойдет просто. Что неизбежно? Ну, протесты, они, ну, никуда не денешься, да, и то, что на этих протестах будут, понятное дело, да, что и будут и провокаторы, и там, и те, кто будут свой интерес вылавливать, да, то есть, и вот это все, это все сопутствующие, да, ущерб, он всегда будет. То есть, мы, ну, как бы мы ни хотели, да, но для того, чтобы купировать эти вещи, когда они происходят, у государства, да, у, там, правительства, должны быть лидеры общественного мнения, которые могут разговаривать с обществом, с людьми, да, к примеру, я говорю просто к примеру, да, не знаю, может, там кто-нибудь там и смотрит нас, да, но если что-то в Ессентуках произойдет, кто может выйти и разговаривать с людьми, да, я не говорю о том, что я сейчас себя хвалюсь, да, о том, что есть там группа людей, да, то есть там общественников, которые я там могу выйти, да, там еще там, ну, некоторые общественные там лидеры, да, там у нас есть, которые могут выйти к людям и разговаривать о том, что не надо вот этого делать, надо вот здесь вот так вот, да, нам надо сформировать, нам надо быть культурно-цивилизованным, да, каким-то, ну, образом направлять все это дело, но если меня ликвидировать, если таких же, как я в городе ликвидировать, то эта толпа, она будет неуправляемой. Мы видели, Казахстан, что происходит. А почему? Потому что зачистили всех лидеров общественного мнения. Потому что тенденция такая. И конструктивных людей в обществе, которые могут разговаривать с толпой, нет. Вот оно и все. Это называется политические институты уничтожены на сегодняшний день. И никто даже не хочет выстраивать эти балансы на сегодняшний день. Я, допустим, в крае не вижу, чтобы кто-то выстраивал эти балансы. Чтобы кто-то, допустим, разговаривал. Слушай, Алан Александрович, ну давай вот так, вот так, вот так. Вот здесь сделаем вот таким образом. Вот мы видим, что у тебя позиция такая. Хотя когда-то давно это было. Попытки были эти. И это было интересно. Был этот диалог, состоялся этот разговор. Но это уже было настолько давно, что как будто это было неправда. Это что касаемо технических вещей. И все они, в принципе, легко объясняются с точки зрения инструкций контрходов политических по общественным и гражданским динамикам. То есть это все понятно. Это все прописано, может, мне понятно. В силу того, что я там занимаюсь выборами в некоторой части. А для меня, допустим, ничего сверхъестественного в этих вещах нет. А ты, Серый, думаешь, что будет теперь дальше? Вот так вот. Они сейчас будут дальше вот куда гайки закручивать? Я вообще думаю о том, что... Вот у меня, кстати, ролик последний. Я зашел на рынок и увидел, что огурцы стоят 500 рублей. Я так посчитал, что средняя зарплата там... Это два ящика огурцов на сегодняшний день. И речь идет о том, что сейчас будут цены расти однозначно. Все сделано, все в мире происходит таким образом, что будут расти цены. И, естественно, люди будут бунтовать против этого роста цен. И думаю я, что как будет действовать наша власть, должны быть какие-то, я не знаю, кардинальные меры приниматься. Вот как сейчас кардинальные меры украинские олигархи принимают. Быстренько раз из страны улетели, ждут вторжения. И здесь тоже однозначно вот этот рост цены. Если мы посмотрим на автомобили, там чуть ли не в два раза цена выросла. А сейчас это будет бить по продуктам. Перспектива у нас еще и конвои свободы по всему миру. То есть нарушение логистики и так далее. То есть я думаю о том, что наступает очень близок кризис экономический. И вот как будут действовать власти в условиях вот этого экономического кризиса, я даже не знаю, как можно предугадать их действия. Я лично у меня на это ответа нет. Но то, что будет вот это вот, это прям уже проглядывается. Видно это уже невооруженным глазом. Вот кризис экономический, он всегда за собой тянет политические последствия. Это не бывает и не было никогда в истории, чтобы это не тянуло политический кризис. Я вот об этом и говорю, что экономический кризис, он нарастает, его видно. И вот как будут действовать наши политики в условиях этого кризиса, я даже не могу предугадать. Вот, и я про что и говорю, в том, что почему, грубо говоря, даже сейчас возьмем, кому-то может не понравиться пример, а кому-то может понравиться пример. Вот те же самые Соединенные Штаты. Какой бы ни был бы экономический кризис, их политическая система выстроенных противовесов, она выдержит, потому что у них есть те же самые депутаты, которые... Потому что у них есть партийная система, как черное и белое, на чем можно балансировать. А когда у тебя нет этого, когда вертикаль власти, она строится на одном каком-то столпе, а другого рядом нет, который мог бы подпереть его в нужный момент, тогда, конечно же, это может привести к очень нехорошим последствиям. Да, то есть вот это все с политическими, ну, то есть вот если в отношении к теме политзеков, да, и вот это число, да, тех людей, на самом деле, в большинстве своем, это же люди, да, общественники, это те, которые, лидеры общественного мнения, те, которые могут влиять на определенные теги, и они могут как влиять на положительные, да, допустим, исходы, как, точнее, как и на отрицательные, так и на положительные исходы, да, и если находить с ними язык, как, допустим, в начале 2000-х пробовали эту работу проводить, да, то есть, потому что я, ну, я очень таких много практик видел, да, когда разговаривали... Ну, это Суркова тема была, понимаешь, это его была, он такой тонко организованный человек, он пытался такую сложную систему выстроить. Потом пришли люди гораздо проще в этом смысле, и они, как бы, мыслят гораздо проще. Зачем все усложнять? Зачем вот эти все художественные пируэты с кем-то договариваться? Можно по башке дать дубинкой и до свидания. Причем с тобой разговаривать? Иди вон, лезь, ли и не жужи, понимаешь? Ну, вот знаете, что предположить, что вот всех тех, кого сейчас упекли, да, за решетку, их сейчас там воспитывают, и в момент, когда вот случится экономический там и политический кризис, их всех выпустят, и уже, как воспитанных системой исправительной нашей, их уже поставят во главе оппозиции, чтобы они рулили процессом. Вот такое вот у меня предположение. Ну, знаешь... Ну, Ходорковского вон 10 лет воспитывали, видишь, недовоспитали. Я только хотел сказать о том, что, ну, общаясь со многими, скажем так, ребятами, блин, нехорошо, наверное, не надо было это говорить, ну ладно. В общем, это никаким образом не воспитывает. Когда ты туда идешь по мотивам политическим, идеологическим, то у тебя голова уже, ну, она сформирована определенными вещами. И там выбить, ну, как бы, эти вещи, да, из головы, ну, не получится. Ну, опять же, смотря как бить, да, конечно же... Да, Малан, самый наглядный пример – это большевики. Самая большая ошибка царского режима была в том, что они стали сажать большевиков вместе с уголовниками. И эти брахманы, грубо говоря, додики по большому счету, в физическом смысле этого слова, но интеллектуалы, получили армию в виде всей этой братвы. То есть те идеологизированные, харизматичные парни с тремя, как говорится, три покуша в голове, как это говорили. Да, и тут появились какие-то там всякие разные умники, которые, то есть, как бы массовку стали окучивать и превращать их уже в бойцов идеологического фронта. И просто, да, бойцов. Это же смесь. Большевики – это интеллигенция, плюс вот это вот вся... Не будем говорить, не будем называть уголовники, но если называть вещи своими винами, они вместе срослись как раз... Вот эта спайка произошла в каторгах и в лагерях. Вот это была ошибка большая, что они их посадили в лагерях, потому что они их перевербовали. Вот то же самое сейчас происходит с исламом, с радикальным. Вот радикальных измолонистов уже многих в лагеря сажают, и очень многие лагеря, даже из блатной тематики всей этого закона, да, переходят на исламские понятия уже. Потому что сильная идея, она всегда ложится в такой среде хорошо. Поэтому они там могут, наоборот, с армии оттуда выйти, понимаешь? Если Алексей Навальный хороший, так скажем, оратор там, пропагандист, завербуют там все. Так ты не видел этого, что ли? Когда его только посадили, он когда видосы оттуда записывал, да, и как он там уже там в обнимку с ними, да, то есть через их телефоны записывал на волю видосы. Это его только посадили, да. Там надо специфику этого контингента понимать, понимаешь? Они же все харизматики такие обычно, да, там вот эта все уголовная среда, но... Ну, вот смотри, да, дальше, да, ситуация какая, да, там с Навальным разворачивалась. Когда ему же сейчас тюрьму в тюрьме организовывают, да, там полную изоляцию, разговаривать с ним нельзя, да, там и т.д. и т.п., да, то есть там, ну, такой трешняк, конечно же. И в этой среде он умудрился найти себе человека, да, который там через обратные коммуникации с ним коммуницировал, да. То есть это, ну... Алан, Ленин писал молоком записки товарищам, понимаешь? Так что тут это все уже проходили когда-то. Слушайте, ну, наверное, мне мои подписчики не простят, если мы сейчас не поговорим чуть-чуть о Сергею Ивановичу Фургале, да, то есть и мне бы интересно было бы услышать ваши позиции по поводу него, если она есть, конечно же, эта позиция. Слушай, ну мне сложно сказать, что я не профургала, я как бы так... Я там никогда не был в тех краях, и сложно понять вообще реально, что там происходило на самом деле. Но судя по тому, какая массовая поддержка была населения, наверное, он был человек хороший. Судя по тому, что у нас в Осетии ни за одного главу республики такие митинги бы никто никогда в жизни не собрал, ну, это уже показатель, да. Соответственно, что-то он, наверное, хорошее делает для людей, что за него они так топили и не один день. А все остальное это сложно комментировать. Сергей, ты, может, ближе там лучше знал. Ну, я не настолько ближе от меня, это тоже очень далеко. Я, скорее, соглашусь с твоим мнением, потому что как-то я слышал такое высказывание, что все те, кто сейчас находится во власти, которые родом из 90-х, они так или иначе имели отношение к криминалу и, может быть, кто-то даже покруче, чем Фургал, да. То есть можно любого политика откопать, скелеты в шкафу у него найти и посадить. Но вот Фургал, как я понимаю, он просто стал жертвой каких-то политических интриг, каких-то политических игр. Но так как люди действительно за него вышли и столько времени они там ходили по улицам, судя по всему, он действительно человек был достаточно авторитетный среди обычного населения. Поэтому, ну, тоже я не знаю, я с ним лично не знаком. Тогда немножечко... Ничего, Бог, сказать не могу. То есть, ну, однозначно понятно, что его сейчас укатают, там дадут ему серьезный срок, насколько он виновен. Ну, может быть, виновен, может быть, невиновен. Я ничего не могу более по этому поводу сказать. Ну, тогда попробую выразить позицию многих. Вот я не знаю, почему у меня так сложилось, да. У меня, ну, вот какие бы я опросы ни проводил, у меня всегда Фургал, да, то есть, ну, я не знаю, как так получилось, но Фургал всегда во всех топах, да, и почему-то люди постоянно выходят с коммуникацией о том, что, как сказать, вот распространи вот эту информацию, да, для нас это важно, мы хабаровчане, да. Я вот со многими общался, ну, с места именно, да, людей. У многих узнавал, да, о том, что, а как вот вы видите эту ситуацию, а как вот это... Ну, абсолютное большинство, да, говорит о том, что это совокупность факторов, да, как экономических, так и политических, да, то есть, был очень, как сказать, веский фактор, да, которым воспользовались экономического характера. Это завод Амурсталь, да, то есть, который хотели через посредников, опять же, да, то есть, это неподтвержденная информация, Ротенберге забрать, да, но не было аргумента для того, чтобы просто так нельзя, да, но в силу, допустим, политической парадигмы, которую он проводил, да, о том, что он слишком выделялся, потому что если мы сейчас померяем его рейтинги, то и если этого кандидата выставят, выставить на президентские выборы, я вам скажу, если по электоральной социологии смотреть, ну, он в пух и прах разносит, да, то есть, там, Рудинин рядом не стоит, да, ну, извините меня, коммунисты, пожалуйста, да, вот искренне и от души, но сколько бы, где бы не проводились бы соцопросы, да, то есть, во всех, там, в любых социальных сетях, на любых страницах, фургал рвет просто, да, я не знаю, чем он подкупает, он, наверное, берет просто тем, что простой русский мужик, вот нормальный, да, просто, он, нет в нем идеологических каких-то моментов, нет в нем, там, конспиративных каких-то моментов, он просто, ну, нормальный мужик, да, вот я хочу президента нормального мужика, да, вот такой образ у него, да, то есть, человек, вот просто, да, то есть... Нет, то есть, ты считаешь, что они начались с проблемой из-за того, что не появились президентские амбиции? Подожди, нет, так смысл... Нет, нет, ты опять... Ты опять говоришь, что там был экономический спор, и Ротенбергам необходимо было его просто-напросто убрать. Совокупность, да, то есть, подожди, совокупность, и опять же, да, мы, вот мы часто, вот давайте, ребят, да, я вам скажу свою позицию, да, в совокупности, там, многих вопросов, да, мы часто ищем смыслы там, где их нет, вот, ну, нет там никаких смыслов, там люди не способны на смыслы, вот, ну, запомните, да, есть большие умы, есть там в мире, да, где-то эти люди, да, но там, где у нас принимают решения, там нет великих смыслов и великих умов, да, там есть, допустим, примитивные действия, да, горячо, надо руку убрать. Это тоже неправильно, я думаю, вряд ли мы их всех знаем, кто там принимает решения. Раз у них хватает ума держать под контролем такую огромную страну, то там ребята тоже, не надо недооценивать. Это все понятно, это все понятно. Если бы там были гениальные ребята, они бы и сами их бы кормились бы, и нам было бы хорошо, да, но пока что силы у них не хватает на это ума, да, так что давайте тоже не переоценивать их ум, да, искренность. Я думаю, нет задачи, чтобы тебе было хорошо, такой задачи нет, понимаешь, нет задачи победить. В определенные периоды у них это получалось, да, давайте скажем до того, что с 2000 по 2010, да, что-то особо я не видел протестующих, да, людей. А чем это закончилось? Чем закончилось? Тем, что появился этот средний класс. Он закончился болотной площадью. И тем, что средний класс начал предъявлять политические требования. И вот тогда правящий класс им сказал, ах, вы хотите политические требования, у вас появилось слишком много свободного времени, денег, жира, и вы начали что-то тут запросы какие-то давать. Это понятно. И с тех пор стали-то заворачивать все гайки. Да, сейчас. Понимаете, из-за этой взбесившейся интеллигенции как бы гайки закрутили всем там. Они же были недовольны. Там тот же самый момент. Он был нормально отработан. Наша норковая революция. Он сам там... Наша норковая революция. Вот получили потом. Та же самая болотная, да. То есть, если общаясь именно с действующими лицами, которые там были непосредственно, да, то есть не гипотетически общаться, да, а если общаться с людьми, которые там были, там все нормально, политехнологически отработали, да, всю эту болотную, да, которую отправили в отпуск, идите погуляйте, а после отпуска они вернулись, и уже как бы, ну, там смысла не было что-то продолжать, да. Это момент отработанный, и можно было дальше отрабатывать, да, эти все моменты. И нормально все это выдерживать, да. Вот. Но смысл не в этом. Мы разговаривали про фургалы и про великие смыслы, да, про то, что там на самом деле у него не было никаких президентских амбиций. Но тут же какая вещь получается, социология и рейтинг не всегда зависит от твоих личных желаний, хочешь ты или нет. Он просто начал расти рейтинг, потому что нормальный человек пришел в нормальное место делать нормальные дела, вот и все. Он не сделал ничего сверхъестественного, он пришел просто работать, и он работал. Он не делал каких-то сверхгениальных решений, да, но он просто плохого не делал, да, и выполнял то, что ему в его задачах стояло, да. На самом деле, чтобы быть нормальным губернатором, сверхъестественного ничего не надо, надо просто выполнять свою работу. И все у тебя будет хорошо. Я думаю, там еще большую роль сыграло, как бы, мнение Жириновского, потому что, как ты говоришь, товарищ с высокими рейтингами, ему в партии нафиг не нужен, который будет претендовать на роль лидера ЛДПРа. Жириновский не ходил к Путину за разрешением для того, чтобы губернатора снести. Это не его компетенция вопросов, да, и он не интересант в этих вопросах. А интересантом были вопросы, которые хотели экономически... Да, вообще похеру... Слушай, да вообще похеру было там на Жириновского, да, на его мнение, да, то есть там его перед фактом поставили, да, вот так вот будет отработан этот момент. Но смысл не в этом, да, смысл в том, что была экономическая изначально задача, да, отработать, да, то есть, во-первых, это плохие практики, потому что если этот нормальный губернатор, это что теперь, всей стране надо перестраиваться, что ли? Плохая практика, да, это аргумент, да, для того, чтобы его сносить. А далее, да, что-то у него рейтинг хорошо растет, это угроза для вас, Владимир Владимирович, да, давайте его сбривать. Еще один аргумент, да, то есть и там уже лоббисты начали подсасываться на экономических вопросах, да, о том, что, слушайте, да, ну мы ему говорили про завод, да, его надо делать государственным, он не хочет, что-то жмется, да, давайте, короче, ну, покажем всей стране, опять же, показательная порка, как надо себя вести. Но это показательная порка не для нас с вами, да, это показательная порка для других губернаторов, и для других депутатов, да, которые, слышь, вы в себя там особо не верьте, да, о том, что там что-то вы можете хорошо себя вести. Есть определенная канва, как вам надо всем вести, как надо себя вести губернатору, как надо вести себя депутату. И не надо из этих, как бы, вещей выбиваться, да, вы что там, самые красивые или самые умные? Нет. Вы будете вести себя так, как мы вам скажем. А то, смотрите, хорошими людьми стали, хорошими специалистами и т.д. и т.п. Нет, так делать нельзя. У нас хороший человек только один, и он сидит сейчас на президентском месте. Все, а другой это только фон. Поэтому вы все безликие и должны ими оставаться. Ну, я примерно так это вижу. Ну, может быть, может быть. Хороший он человек, плохой он. Мне сложно, честно говоря, судить. Ну, за плохого человека столько бы не вышло. То, что такие решения... Нет, это я тоже согласен. Это единственный, как бы, для меня критерий, что столько людей вышло. Я понимаю, что людей насильно под палкой или за деньги в таком количестве и столько, и так часто выводить очень сложно, точнее, невозможно. По поводу всего остального, я думаю, это коллективное решение и не последнюю роль в ней сыграл Владимир Вольфович. Все-таки это его, как бы, как сказать, неподчиненный, член его партии, да, его приближенный, однопартиец. И как ты говоришь, если правда так росли его рейтинги, я просто не следил за ним до этого. И как-то вот авторитет среди партии еще где-то. Жириновский понимал, что рано или поздно это время вот уже настало, что партию нужно либо передавать, либо распускать, либо что-то с ней делать, понимаешь? Он всегда хотел ее оставить кому-то из своих сыновей, я так понимаю. Вот, смотри. А его такие харизматики там не нужны. Вот любой. Тут тоже большой фактор это сыграл. Вот смотри, сколько... Я думаю, если бы Жириновский хотел, я так скажу, если бы Жириновский хотел его отмазать, он бы его отмазал. Вот так, по-русски, если. Я думаю, что нет, не получилось бы у него его отмазать. У Зюганова ни одного его помощника, друга, кента, одна партийца не получилось никого отмазать. Все пошли, кто пошел по наклону, тот пошел, да? Я думаю, сейчас еще на очередь еще и Коля Бондаренко. Поэтому Геннадий Андреевич и сидит в своем кресле уже 30 лет. Он прекрасно постиг искусство власти. И поэтому товарищ Бондаренко тоже будет, окажется, на нарах, потому что становится слишком популярен. Он опасен не для Путина, он опасен не для Зюганова. Так же, как и Рашкин. Он опасен не для Путина, понимаешь? Я только хотел сказать тебе о том, что представляешь, какие... Ну, это же как 2х2х4 просто. Нет, я еще, знаешь, я всегда за такую тему топлю, я с огромным уважением. Мы все прекрасно понимаем, что у нас и в Оландском кодексе и везде прописано о том, что уважение к старшим, и мы чтим и уважаем. Но политика немножко другая сфера, поэтому здесь я хочу сказать о том, что старые люди в политике, это нехорошие люди. У них проявляются все самые нехорошие качества. Я хороших старых политиков еще не видел. Ни одного. Вот на пенсии, да, старичок, да, который сидит на лавочке возле дома, подойду, поклонюсь ему, да, и т.д. и т.п. Но старичок, три старичка, или сколько у нас там старичков сидят в доме, ничего хорошего они не сделали, да. А если бы они в свое время, главное, вот всегда, да, любое правило, вот, если мы возьмем, джентльменское правило, да, главное, вовремя, знать, когда, уйти. И тогда будет у тебя все хорошо, все замечательно и великолепно. Если вовремя передать власть, вовремя передать управление, можно это делать, это можно делать. Это делают так, мягко и равномерно, только внутри монархических семей, как показывает практика. Настоящую власть по-другому нигде, никто никому не отдает. И сейчас, будешь пример, США приводит, ты же понимаешь, там власть не у президентов находится. Там президенты плюс-минус такие же клоуны, как Зеленский на Украине. Там система противовесов, да, там совершенно другое управление. Там рулит система, президент это шоумен. Понимаешь, выстроить такую систему, они хотели здесь, ее не получилось выстроить. Потому что она базируется на других вещах, которых здесь нет. Поэтому наши сейчас хотят откатиться к монархии, как стабильной передаче власти. Потому что ему, сыну или кому-нибудь внуку, не жалко будет передать. Вот так сейчас скажи, например, Геннадию Андреевичу, передай партию своему внуку. У него же внук, это тоже политик, как его зовут, я забыл. Вот он депутат Мосгордумы. Он с удовольствием передаст и даже возмущаться не будет. А Коли Бондаренко не передаст, или там тебе не передаст, а внуку передаст. Так и Владимир Вольфович, своему сыну, вот Лебедев же есть у него сын депутата, он ему с удовольствием передаст, а Фургалу не передаст. Потому что они не хотят ее терять, понимаешь? Понятно. Либо систему такую устойчивую делаешь, как вот эту западную, но там нужны закрытые общества, масонские структуры. Там такая сложная катаватия, понимаешь, с принятием решений. Поэтому этого здесь ничего нет. Полит заключенный, тема сегодняшнего эфира. А это взаимосвязано все. Это любые вертикально интегрированные структуры, они боятся вот любой такой активности. Почему эти все западные структуры не боятся, там с утра до вечера люди эти митингуют, с плакатами ходят, с пистолетами ходят, понимаешь, в этой Америке, с автоматами, и никто ничего не происходит. Потому что, ты правильно говоришь, система быстрая, но устойчивая. Потому что реальная власть находится в тени. А то, с чем люди борются, это обычно петрушки. Ну вот как вот Зеленским бороться на Украине, что с ним бороться, он клоун. Вот примерно плюс-минус так же там, а власть реальная там. А у нас, наоборот, реальная власть, он находится во главе процесса, в телевизоре там, везде, понимаешь. И вот, монархическая система. Понимаешь, русские все царя хотят. У нас вот как бы, как ни крути, а получается империя вот эта, монархическая. И вопрос только сейчас стоит о том, кто будет царем. Такой, по-большому. Они же феодализм строят. Он говорит, в России капитализм. Где в России капитализм? Чистый феодализм. Неофеодализм у нас. Вот есть неофеодалы разные. Один феодал начал брать непочинную. Как это называлось в Российской империи? За что, говорит, его посадили? Все же, говорит, берут. А этот, говорит, стал брать непочину. Понимаешь? Почину столько, а он непочину столько. Это называется дикий капитализм. Когда... Да это феодализм, какой-то капитализм. Что из себя подразумевает капитализм? Власть у сильнейшего и умнейшего. То есть, когда на ранг ниже человек становится тебя умнее и сильнее, он повышается в ранге. И вот так это все двигается. Но для этого нужна большая система с правилами. А когда правил нет, у кого дубинка больше, у кого автомат заряжен, у кого там, ну, людей больше, это называется дикий капитализм, где не у умнейшего сила, а у сильнейшего. И на сегодняшний день, да, мы не сильнейшие, они сильнейшие при системе дикого капитализма. Да нет, ну, я тоже не соглашусь сейчас. Больше похоже, конечно, именно вот на то, что говорит Алан Мамеев, на феодализм или блатной феодализм, как это называется. Блатной. Блатной. Ну, прикольно. Ну, не дикий капитализм у нас. Вот блатной феодализм, да. Про блатной, знаешь, ты же как-то тоже там в органах проработал, да, а я с другой стороны улицу эту всю сдаю. Сейчас я тоже в Москве там был, там товарищ. Я говорю, ну, там война будет. Алан, говорит, какая война, говорит, вспомни, говорит, 90-е годы, но помнишь, говорит, братва забивает стрелку и приезжает братва на стрелку. Одна и другая, говорит, что, говорит, первым делом делают? Показывают стволы. Ну, демонстративно же, да, типа, там столько, я там 200 стволов собрал, а я 300 собрал стволов. Ну, и никто ни в кого не стреляет, потому что понимает, что чем это может закончиться. Ну, такое, знаешь, кто кого берет на понт. Тебе, это горячо, говорит, Братву подтянули, стрелку забили, за что качаем? Качаем за газ, пацаны. Качели, 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 сзади воры, там, эти, как авторитетные люди договорились обо всем, понимаешь, все. Братва, заряжаем стволы и едем домой. Вот, главной капитализм хороший термин. Катализм хороший термин. Очень хороший. Я вот думаю, что нынешняя политическая обстановка, да, это все-таки, ну, как я это ощущаю, да, ну, внутренними там фибрами, да, о том, что это, наверное, откат в прошлое, да, с собирательной, исторически, самыми плохими чертами и практиками, да, когда передается из уст в уста, а в какое-то время был такой этап, понимание, что, что это за порядочный человек, который не сидел. Я думаю, что мы потихонечку приходим в то, что, ну, рано или поздно за каждым активным, либо система будет сама распознавать, а мы даже сами не будем подозревать о том, что мы какие-то активные, либо мы лидеры общественного мнения, но потенциальные, смутья. Главное, прекращать, прекращать такие мыслеформы забрасывать в пространство. Да, 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 все совсем не так, я могу сказать. Это плохие мыслеформы, не надо вот это. Да, те процессы, которые сейчас происходят прямо на наших глазах, то, что Жириновский там свалил, якобы там он то при смерти, то не при смерти, Зюганов вдруг на больничной, это говорит как раз о том, что идет смена определенной элит, и возможно, что у нас мироустройство или политическая структура каким-то образом поменяется. Каким мы пока что еще не знаем, может быть, кто планирует все эти процессы, они знают, как это поменяется и что будет, но изменения в любом случае случатся, потому что А мы со своей стороны будем все в законных рамках делать, чтобы власть начала слышать общество, слышать, вот, разговаривать, диалог нужен, говорить нужно с людьми, говорить надо с людьми, понимаешь? Я с вами полностью интересоваться, я с вами полностью согласен, да, но у меня позиция немножко, знаете, какая, о том, что давайте, ну, я людей всегда взываю, быть реалистами, оптимисты, это, конечно же, хорошо, верить в хорошее будущее, формировать его мысленно, идти к нему, да, то есть, это все понятно, но я сторонник того, давайте готовиться к плохому, если хорошее случится, но мы будем безмерно радоваться, конечно же, первые, да, кто там будет фейерверки запускать, и о том, что грядут перемены, понятное дело, они грядут, это неизбежно, ну, вот оно есть уже, программа, да, то есть, она вот заложена таким образом, что это будет перестраиваться, я не говорю о том, что будет революция, которая подразумевает, революция, что такое, подразумевает собой смену формации, да, как политической, так и экономической, этого не будет, да, максимум, что будет, это переворот, одни люди поменяются на других, да, но в этот момент открываются форточки, двери, возможностей, о том, что и все в наших руках, чтобы изменить через эти форточки, двери, все в лучшую сторону, это все понятно, но на сегодняшний день, да, вот оно и есть, такое, немножечко плохое, то, что происходит, о том, что у нас есть политзаплюченные, о том, что приходят к людям, о том, что не спрашивают о том, что вел ты себя плохо, или не вел ты себя плохо, они просто подумали, что ты можешь себя вести плохо, поэтому ты уедешь, и что в этом случае делать, самый главный вопрос, констатация факта, это замечательно, да, о том, что говорить, да, это так, да, но по этому поводу, как раз таки, если вы мне позволите, у меня есть заготовочка, маленький стишок, да, вы все его слышали, да, многие, точнее, слышали, но я его хочу прочитать, да, сначала они пришли за социалистами, и я молчал, потому что я не был социалистом, затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал, потому что я не был членом профсоюза, затем они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем, когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому, так вот, собственно, что делать, давайте не будем отдавать друг друга, и бороться за друг друга, потому что мы реально, как говорит Шевченко, наш товарищ, ну, в большей степени ваш товарищ, мы реально не понимаем, ваш товарищ, мне он вообще не товарищ, как, как, я тоже с ним не знаком, мне вообще никакого не товарищ, да, ну, хорошо, он пацан тут, осетин гнобин, очень сильно, на Кавказе, это единственный народ, который он периодически пытается укусить, как-то, ну, тем не менее, тем не менее, эфиры у вас часто бывают, с кем, с Шевченко, с Максимом Шевченко, с Максимом Шевцовым, 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 извиняюсь, я перепутал, с Шевцовым, мне очень нравится, ты хорошо перепутал, ему приятно будет, мне как, ну, мне очень нравится, да, о том, что он говорит, что мы реально не понимаем силы общественного мнения, да, общественного сознания, и, если нас много, если мы друг друга защищаем, то никто нас не заберет, не приедет этот черный, черный воронок, ну, черный ворон, на крайняк дома не ночуйте, но я всегда говорю, Макс, не забывай истину, которую еще выразил один из первых большевиков, в политических битвах в пленни берут, понимаешь, я не зря заканчиваю все свои новости, одним лозунгом, пока мы едины, мы непобедимы, да, лучше на испанском буду произносить, красивее звучит, мы что, испанцы, что ли, спасибо, дорогие друзья, будем завершать, уже больше часа мы в эфире, чтобы, вот, триста сорок человек, поддержите нас, хотя бы тем, что сделаете репост этого видео в сторис, порекомендуйте друзьям, а еще лучше подпишитесь на канал «Злой эколог» и на Алана Дзугаева, ну, на меня вы и так на моей странице, и отправьте это видео друзьям своим, помогайте нам хотя бы вот расширять охват аудитории, почему, потому что нам нужно создать свое информационное поле, потому что война идет информационная, война идет за умы, спасибо большое, друзья, спасибо, но пасаран, спасибо, спасибо.